Привет, с вами Арталаски и готов поспорить, что это видео наберет целую кучу дизлайков, а может и нет. В любом случае, недавно я снова наткнулся на обзор своей старинной игры, созданной еще на фпс крейдер x9 и выпущенной, ммм, ну, через фалка. В общем, ошибки прошлого сейчас ни к чему, но обзор на ту игру получился весьма забавным, и не потому что сама игра была веселой и интересной, а потому что у автора дичайше бомбило от моей игры, и он через кровь и слезы пытался ее пройти, но забил на это дело где-то на третьем, кажется, уровне. Несколько дней назад я вспомнил про еще одну свою старую игру, но в этот раз я уже делал ее на юнити, и сегодня прикол ради покажу ее вам, при этом попытаясь самим в нее поиграть, на самом деле мне уже сейчас очень страшно. А делал я ее чуть больше двух лет назад, и тогда только начинал изучать юнити и программирование в целом, но тем не менее, это не помешало мне использовать большинство готовых наработок, плюс один в пользу юнити. Так, ну что ж, поехали. Я даже меню не сделал, господи. Божественный видок и птичка. Вы видите птичку, да? Она как бы есть, но... А, там даже вон еще одна. Окей. Так. А, окей. Я, если честно, я уже даже сам не помню. Так, на какую взять? Господи. Что делать вообще? О, отлично, на Е. А что их так много уже стало? И да, я застрял, шикарно просто. И я не могу... О, я бегу. И тем не менее, у меня 128 хп. 118, ладно. И да, я снова застрял. На самом деле, это не совсем мой косяк, а движка Rfps. Хотя сейчас... Ну, пожалуйста. И, по-моему, я здесь сделал какие-то нычки. Нет, серьезно. Тут где-то что-то должно быть спрятано. Вот я точно помню, что я где-то что-то прятал. Да, вот. Шикарно. Ох, как ему... Это у меня такой офигенный рэк-дол был. Но зато это эффект. А вот то, что я застрял, не совсем эффект. А еще музыка кончилась. Кстати, серьезно, куда делась музыка? Но тем не менее, здесь... Почему дождь капает вверх? О! О! Они так прикольно улетают, когда их убиваешь. Да ладно, я же попал. Божественный... Серьезно, они меня даже не видят. Музыка уже кончилась. Объекты пропадают. Вот вы видите, да? Вообще, ребят, есть как бы такое предложение. Взять как бы саму вот эту идею вот этой вот игры. Ставить сюда хорошие модельки. Нормально потянуть графику, сделать, мать его... Господи! Это вот сейчас было очень опасно. Но реально сделать как бы его таким добротненьким. Конечно, не супер там... Ха-ха, класс, как... Ради фана было написано на трейлере. Странно, что многие реально отнеслись к этому серьезно. Видимо, настолько привыкли видеть не совсем качественные игры в Стиме. О, птичка. А, ну так вот. Настолько привыкли видеть некачественные игры в Стиме, что уже подобные мелочи относятся слишком уж серьезно. Ну, не знаю. Это как-то грустно, на мой взгляд. Поэтому хочется сделать какой-нибудь нормальный продукт. Сейчас, сек, ребят. Так вот, сделать нормальный продукт, выложить его и развивать. А, я снова застрял. Я вот сейчас специально даже его не буду убивать, чтобы просто это еще раз послушать. О, будь здоров. Поэтому, как бы, в Стиме такое выкладывать, с одной стороны, очень стыдно, а с другой стороны, тут есть дробовик. Боже, с дробовиком эта игра просто божественна. Так что, ребят, у меня есть предложение сделать здесь нормальные уровни, добавить авторских хороших моделей, а не просто те стандартные, что были на движке, скажем так. Вот, добавить много каких-нибудь интересных таких локаций, чтобы не просто вот в этих четырех квадратах бегать и овалить одних и тех же монстров. Вот, как бы, все это можно сделать, но, опять же, так как я сейчас занимаюсь разработкой другой игры, а мне, как бы, надо узнать ваш интерес и, собственно, вообще интерес к подобным играм. Вот, и если игра пройдет Greenlight, а она, в принципе, уже практически прошла, вот, то, как бы, я без проблем и с большим удовольствием доделываю эту игру, доведу ее до ума и вместе, так сказать, с вами мы и уже выпустим. Как бы, с заходом разработки вы уже сможете смотреть. А у меня в группе ВКонтакте, ну и, соответственно, на канале, как я буду делать все эти 3D-модельки, текстуры. И я думаю, что многим, кто занимается именно 3D-играми, будет достаточно интересно это посмотреть. Вот эта светящаяся хрень над ними должна обозначать, что они, как бы, опасные. и, да, я реально не мог придумать ничего лучше. Мы, как бы, по идее, должны перейти на следующий уровень, но... нет, на этом все. И на этом игра просто начинается заново, но зато уже с музычкой. Пожалуй, лучше сделать вот так. Ну что ж, вот такая получилась моя первая игра на Юнити. Мне было очень неловко ее показывать, поэтому больше половины видео я сидел и тупил, но, тем не менее, не все так плохо и есть намного хуже. Как бы то ни было, у меня есть большое желание и возможность довести эту игру до ума, сделав из нее конфетку и сдать уже по-нормальному через Steam. Поэтому, если вы хотите посмотреть на процесс разработки 3D-шутера, начиная от моделирования всего игрового мира и заканчивая игровой логикой, то голосуйте за эту демку в Greenlight и ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. С вами был Арталаски, до завтра! Редактор субтитров А.Семкин